Китайская кухня пользуется популярностью во всем мире. Как она может сочетаться с кухнями других стран? Об этом с профессиональным поваром из Грузии пообщался наш специальный корреспондент Михаил Рабакидзи. У китайской и грузинской кухни богатая история, традиции и свои особенности, но объединяет их любовь к использованию приправ и специев. А это, по мнению современных грузинских поваров, прекрасная основа для кулинарных экспериментов. Тбилийский шеф-повар Гоги Базандарашвили путешествует по миру уже четверть века. Сначала принимал участие в профессиональных конкурсах, привозил на родину медали и призы, новые рецепты и пряности. Теперь сам жюри вместе с коллегами из разных стран. Но по-прежнему его хобби – открывать для себя новые блюда. Даже ночью думает о кухне. Я глаза закрыл ночью и целую ночь думал, что я должен приготовить интересно, а я проснулся и все это я сделал. Жемчужины китайской кухни с грузинским акцентом от повара Гоги. Вот она, пекинская капуста в темпуре, обжаренная в большом количестве масла и смазанная грузинским мацони с мятой. Сочетание, казалось бы, несочетаемое. Истинный фюжн, так же, как и свинина с нудлсами, в соусе харчо с грецкими орехами. Ну и какой же праздничный стол без рисовых лепешек. Ну, этот рис я на пару отварил, а потом его прокручиваешь. Сначала его варится, прокручиваешь, и потом, как котлетики, его так делаешь, и обжаривается в жим масле обжаривается. Очень приятный запах. А вот это уже считается, как какая-то подливка. Да, это как подливка, вот на нем тоже есть вот этот подливка, который вот, может, разные перцы там идут. Здесь у тебя и есть немножко горошек, да? Горошек, там, кунжут, там, да, кунжут. Кунжут, он активно используется в китайской кухне, да. Татьяна, супруга Коги, собирает материал для кулинарной книги. Отдельная глава будет посвящена китайской кухне и ее совмещению с грузинскими традициями. Издание должно получиться ярким и познавательным. Помимо рецептов, секреты семейного счастья. Коги – идеальный муж, я могу сказать. Потому что, когда я приготовлю и чуть-чуть подгорит, он говорит, ну, так хорошо это, в принципе, хорошо. А если это вкусно, он всегда меня хвалит. Китайская кухня настолько богата и разнообразна, что даже гурманы не успевают всего перепробовать, отмечает кулинарный эксперт Елена Николейшвили. Она жила в Китае несколько лет, там и научилась готовить местные блюда. Наш повар очень правильно и грамотно приготовил и оформил блюда. Ведь в том и общность грузинской и китайской кухни, что на столе должно быть изобилие и буйство вкусов, красок и ароматов. Круглый стол, приятная компания друзей, хорошее настроение в Грузии любят и умеют отмечать торжества. Поэтому праздник весны – прекрасный повод собраться, познакомиться с традициями его встречи в Китае и пожелать друг другу добра, здоровья и мира. Михаил Робакидзе специально для CGTN из Грузии.